В продолжении предыдущего видео рассмотрим, какие проблемы в себе может таить, используя глобальных переменных. Зачем, собственно, нам нужно использовать приложение и контекст? Ведь использование суперглобальных переменных напрямую так просто и кода меньше. Причин масса. Я коснусь только верхушки. Во-первых, используя глобальные переменные, вы очень сильно связываете свой код. Код, написанный по принципу ООП, четко разделен на блоки, отвечает за ту или иную область. Это класс или группа классов, объединенные по смыслу, которые взаимодействуют между собой. Но глобальная переменная доступна всем этим классам и методам. Она может изменяться в любом из них. Найти, где произошла ошибка, в случае, если она связана с этой переменной, будет вам очень тяжело. Вы не сможете локализовать область поиска ошибки. Плюс шанс того, что кто-то назовет глобальную переменную так же, как вы, он существует. Посмотрим возможный пример такой проблемы. Выведем, что у нас содержится в элементе документ-труд суперглобального массива сервер. Здесь путь до корня сайта. И предположим, что в теле страницы, произвольной страницы, не очень опытный программист взял и присвоил новое значение этому элементу массива сервер. Посмотрим, что у нас в результате такого кода будет в документ-труд. Как видим, сначала у нас вывелось нормальное значение до того, как код изменил документ-труд. А потом уже мы получили измененное значение. Это значит, что весь код ниже, который основывается на значении этого элемента суперглобального массива, получит неверные данные. И отработает неверно. Последствия будут непредсказуемы. Особенно это актуально, когда речь идет о больших крупных проектах, где участвуют сразу несколько разработчиков. Продолжение следует... Продолжение следует...